Урок биологии. На тему вкусовой и обонятельные анализаторы. Тему педагог Анна Икизли объяснила на русском и гагаузском. Отвечали учащиеся также на двух языках. Педагог биологии и химии Анна Икизли отметила, что для неё это хороший опыт. И она рада таким образом вносить свою лепту в развитие родного языка. Основные плюсы для меня – научить ребёнка понимать, что находится в его организме на гагаузском языке. То есть, если у него что-то заболит или он захочет показать родителям, то он смог говорить это на гагаузском языке. Сложности – это в переводе основных терминологий, основных понятий. Мы с этим справляемся, да? Справляемся. Что не можем переводить, мы оставляем на русском языке. Для того, чтобы ребёнку немножко было понятнее, чтобы он постепенно переходил к Я-2. Урок технологического воспитания. Педагог Наталья Франкогла на доступном гагаузском рассказывает первоклашкам о способах цифрового общения. Учащиеся стараются отвечать на родном языке. Учитель начальных классов говорит, что приходится непросто. Но цель ясна – помочь детям лучше знать гагаузский язык. А значит, и методы находятся. Стараемся и на других предметах применять гагаузский язык. В той же математике счёт. В русском языке какие-либо фразы мы переводим на гагаузский язык. То есть, многоязычия у нас присутствует. Программа многоязычного образования в гимназии имени Степана Курогла внедряется на протяжении трёх лет. Прогресс есть, говорят педагоги. Например, в четвёртом классе дети весь урок с педагогом Варварой Тумба говорили на родном языке. И примеры по теме учитель подобрала соответствующие – картины гагаузских художников. Дети рассматривали их, говорили об элементах картин и высказывали своё мнение о их красоте. Не только гагаузский, но румынский, а также и английский языки внедряют на нелингвистических дисциплинах в гимназии имени Степана Курогла. Это единственное учреждение, где в рамках многоязычного образования используется интегрированный метод. В таком тандеме работают преподаватель технологического воспитания Татьяна Василаки и преподаватель английского языка Анжела Чернова. Сегодня они дали открытый урок в седьмом классе на тему дизайн и эстетика изделия. Плавные переходы с одного языка на другой, грамотное построение урока позволили учащимся чувствовать себя комфортно, получить новые знания. Присутствовавшие на районном методическом объединении педагоги высоко оценили работу учителей гимназии имени Степана Курогла. Были реализованы языковые компетенции через применение предметных терминов на гагаузском языке, развитие гагаузской письменной устной речи, как в монологе, так и в диалоге. Был отмечен профессионализм педагогов и их умелое применение цифровых образовательных платформ. При составлении урока учителями были использованы трансдисциплинарные компетенции с элементами предметов – история, гражданское воспитание, а также лингвистическое, социолингвистическое и культурное. Чтобы сделать образование более качественным, педагоги должны делиться опытом, особенно если речь идёт о многоязычном образовании, отметила менеджер гимназии имени Степана Курогла Анна Баташан. Да, это не просто. Да, это труд, это творческий и использование всего, всего того запроса, что имеет в арсенале педагог. В гимназии имени Степана Курогла в программу многоязычного образования включены пять педагогов. Мы увидели гимназию с совсем другими глазами. Это современное учреждение образования, где педагоги владеют всеми цифровыми технологиями, где педагоги знают хорошо свой предмет. Программа многоязычного образования активно применяется в 30 из 45 учреждений образования Гагаузии. В пилотный проект вовлечено 214 педагогов. Валентина Чубан, Вячеслав Кыса, Алексей Герчу, ГРТ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова